Алексей Русских начал совещание с приятных моментов. 13 сентября в России отмечается День программиста. В регионе в этой сфере работает 1500 компаний. Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников IT-отрасли с профессиональным праздником. Их роль трудно переоценить, особенно в нынешних условиях санкционного давления на нашу страну. Выражаю надежду, что ульяновские айтишники и дальше продолжат трудиться на благо родной области и страны. На аппаратном совещании губернатор поручил проверить состояние всех детских площадок города Ульяновска. Причиной послужил вопиющий случай травмирования ребенка на одной из них. В результате бездействия должностных лиц на второклассники упали качели. Итог у ребенка перелом обеих рук. Спасибо, что хоть остался живым. Дмитрий Александрович, требую немедленно в этой ситуации разобраться и привлечь всех авторов отписок к ответственности. Родители учеников младшей школы из Ульяновска пожаловались губернатору Алексею Русских на то, что часть классов перевели на обучение во вторую смену. По нормам СанПИНА учиться в первую смену в обязательном порядке должны ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. В регионе нарушений этой нормы не выявлено. В решении по переходу на вторую смену принимаются учредителям образовательной организации, конечно же, по согласованию с родителями перед началом учебного года, когда формируется календарный учебный план и образовательные программы. В настоящее время мы говорим о том, что принимаются меры по ликвидации второй смены. На заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили ситуацию с недостроенным жилым домом на улице Розы-Люксембург. Федеральные эксперты выявили, что дом строили с серьезными нарушениями, и на сегодняшний день он готов всего на 35%. Было принято решение не достраивать объект и выплатить дольщикам компенсации. Предварительно на сегодняшний день стоимость выплат будет по данному дому порядка миллиард триста, что потребует, естественно, дополнительных средств из областного бюджета. Расчет стоимости по выплатам предварительных, которые делался на сегодняшний день, это порядка 70 тысяч за квадратный метр. В Ульяновской области реализуется проект оздоровления Волги. В 2023 году в эксплуатацию ведут главные очистные сооружения биологической очистки правобережной части Ульяновска. Самая главная для нас задача по оздоровлению Волги – это снизить объем сущный вход в реку Волга в три раза. С 94 кубов в реку Волга в 31 год. И эта задача стоит до 2025 года. Мы уже завершили конструкцию с начала действия национального проекта «Чистные сооружения» в Новый Ярмске. Что касается реализации проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», здесь стоит задача к 2030 году создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая обеспечит стопроцентную сортировку и снижение объемов отходов. Для достижения показателей на территории региона расположены 4 объекта сортировки, 1 объект обработки и утилизации и 4 объекта замещения отходов. Показатели проекта исполнены. В Ульяновской области продолжается вакцинация от коронавируса. Если по состоянию на август наш регион находился на 20-й строчке среди всех регионов России по темпам вакцинации, то сегодня значительно опустились. Чтобы нам в настоящее время достигнуть тех значений, которые привели бы нас к среднероссийскому уровню, необходимо поддерживать ежедневные темпы вакцинации в расчете не менее 100 человек в сутки по каждому муниципальному образованию. На заседании также обсудили ситуацию с питанием в ульяновских школах. За неделю ее удалось изменить к лучшему, вернув стоимость обедов к нормативной. Также теперь во всех школах меню льготников и тех учеников, которые питаются платно, ничем не отличаются друг от друга. Глава города Дмитрий Вавилин сообщил, что мониторинг качества школьного питания продолжается. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ